Звучать будет, как я. Уж не знаю, почему он сказал. Вот у него голос такой же будет. Он взял его имя, его звали Джош Лекки, и сказал, а вот я сейчас попробую передразнить Джош Лекки. Джош Лекки позвонил AT&T и сказал, что это он Джош Лекки, он глава отдела поддержки, руководитель отдела поддержки. И вот я слышал тут какой-то конкурс на DevCon, нам надо обеспечить, чтобы все наши системы били в безопасности. Какая у нас ОС? Какой антивирус? И ему все это рассказали. Вот такая система, вот такой антивирус. В конце концов, он позвонил кому-то, кто знает Джоша лично. И этот сказал, Джош, вот только что позвонил, как ты, но я знаю, что это не твой голос. А ты что делаешь, чем занимаешься? И Джош сидел двумя дверями ниже на той же конференции и даже какую-то презентацию делал. И сказал, а это не я. То есть тот парень ему позвонил, он понял, что это не он. И вот пошли, зашли эти ребята и сказали, вот кто тут Джош Лекки. А вот этот, вот смотрите, вот парень в кабине, вот это Джош Лекки. То есть и вот они сделали вот такую картинку, вместе сфотографировались. То есть вот, да, это Джош на самом деле. Вот это была шутка, розыгрыш великолепный. Ты что делаешь? Ты зачем людям там прозваниваешь? Вот такая сумасшедшая была история. Поэтому у нас вот это было. В NSA, это National Security Agency, у нас был инженер и вот это. Так, ну это он совсем увлекся. Ну да, я картинку поместил, потому что она мне нравится. А сейчас мы сделаем еще один шаг. Так, сначала у нас были новости, потом новости, потом мужчины против женщин, потом бессмертный социал инжиниринг, и потом мужчины против женщин. Конкурс такой мы хотели сделать, но на другом уровне. То есть мы собирались сравнить опыт опытных мужчин и опытных женщин, и неопытных мужчин, и неопытных женщин, и посмотреть, какие будут данные. И в этом году была наша первая победительница женщина вот этого флага. Даже в прошлом году женщины тоже набирали много пунктов, но никогда ни одна не выиграла. Вот первая женщина вот в этом году выиграла. Она не просто выиграла, она нас добила. У нее была разница 500 пунктов. То есть она оторвалась на 500. То есть такое ощущение, что она вообще никто даже близко не стоял. Так вот, слышали, когда мы тебя не ходили? Она вот работает о пауэрпозе, она язык жестов и так далее. Вот это вот, вот это вот. Занимается вот этим. Вот она стоит в конце комнаты, да, а потом думает. Сначала стояла, смотрела, а потом села в кабину и всех вообще убила. Феноменальная получилась вообще женщина. И данные показали, что если мы используем технологию симпатии, помощи, беспомощности, то люди выкладывают информацию и работают гораздо лучше, чем такие какие-то угрозы. Или пытаться надавить, слушайте, я глава IT, у нас тут прорыв, мне нужно вот эту всю информацию от вас получить. Это не так хорошо работает. А если вы скажете, ой, слушайте, у меня шеф сейчас заставляет меня работать до полуночи, я же не могу, сил у меня нет, мне нужно домой к деткам, может, вы мне поможете. У меня тут обзор нужно сделать, помогите. И люди тут же все вот это, мы это видели, это совершенно потрясающе работает. Все ловятся. И вот у нас был даже чуть ли не детский конкурс, да. Я сделал блэб-блантер в Твиттере, такую шутку. У меня была идея у нас детский social engineering competition, конкурс, чтобы они звонки делали. То есть они пазлы всякие решали, кроссворды. И вот последний конкурс, они должны сделать такой скидлый конкурс, то есть бумажка, которая там вокруг чего-то завернута, цифры, там какие-то шифры какой-то. И я хотел, чтобы кто-то стрелял по ним из таких водяных пистолетов, воздушных пистолетов, пока они это делают. То есть я в Твитт написал, что если есть снайперы, вот я буду стрелять детей в Вегасе. Ну, это было, может, не очень умно, но тем не менее, внимание привлек. И вот эти двое ребят откликнулись. Мы их усадили вот с этими пушками, и они при помощи вот этих вот дартсов детей расстреливали, пока что-то там делали. Вот, но не знаю, насколько это было полезно, но весело точно было. Вот, и таким образом мы обучали детей, насколько важны навыки критического мышления. И одна из вещей, которая также произошла на этом Девконе 21, это у нас был шанс поработать с Пауло Робинс. Кто-нибудь знает Пауло? Пауло? Кто-нибудь знает? Он делает, он по карманам лазит, да, вот на Ютьюбе можно посмотреть его. Он подходит к полному там, то есть карманы, часы очищает моментально, гений совершенно. И вот на Девконе мы вместе презентацию с ним начали делать, и мы говорили о том, вот об этой теме, как социальный инжиниринг, такая опасность, и почему так лично, вот этот социальный так опасный, что можно сделать, чтобы защитить осведомленность, создать, чтобы человек понимал, вот средний, обычный человек понимал, что есть это, это так же популярно, как вот по карманам лазит. То есть мы вытаскивали людей на сцену, и он с них снимал там часы и бумажники вытаскивал, и человек понимал, что с ним сейчас это сделают. Нет, нет, не дам. И тут раз, и сняли с меня часы, хотя я знал, что сейчас это сделают, но поделать не надо, потому что это вот ловкость рук и никакого волшебства. То есть это совершенно потрясающе происходило. И вот хороший друг Пауло, который слышал, что мы вот это делаем, презентацию вместе, он хотел прийти и послушать, и снять, ну, что-то типа фильма. Поэтому мы, Уилл Смит даже, который ему тоже был интересен социальный инженер, и все это, как это все связано. Аспект социального инжиниринга, который был очень важен в этом году, мы пытались рассмотреть, как вот это влияет на каждого из нас, отдельности. Потому что не каждый человек выражает симпатию, сочувствие, или не каждый реагирует на применение властности. Но, тем не менее, в конце концов, все равно каждую компанию на чем-то поймали. И вот насколько этот социальный инженер, невозможно бороться с ним, преодолеть. Что мы можем сделать все-таки, чтобы решить этот вопрос? Единственная проблема – это критическое мышление и обучение, распространение знаний. Вот когда люди должны быть готовы и осознаны, что вот есть такое. Бывает такое. Может произойти и в прошлом году. Нам нужно было делать что-то, что мы никогда не делали. Честно думал, что это будет с треском провалиться. Потому что что мы делали? У нас были команды из двух человек. Им нужно было зайти в кабину одновременно. И пока они звонят своей жертве, нужен был какой-то претекст выдумать и оправдание. Что вот, знаете, вот, пожалуйста, поговорите с моим партнером. Если вы когда-нибудь звоните по телефону, да, с вашим, например, продавцов телефоном, вам нужно звонить в службу поддержку. Мы говорим, слушайте, я вас сейчас переключу на Русь, на Ваню, на Таню, и это делают туда-обратно, туда-обратно, по крайней мере, три раза во время звонка. То есть мы старались сделать это так, чтобы мы не смогли сделать, чтобы компания, в конце концов, выиграла. Мы усложняли наши условия. И мы выбрали розницу, розничную. Это была наша тема, розничные сети. Мы хотели, чтобы все вот эти крупные компании, которые американцы каждый день используют, каждый день ходят и покупают туда, вот, чтобы у них проблему, вот такую проблемку им создать, подколоть. Да, вот это я тут, понимаете, вместе с девочками. Ну, ладно. Ага, очень такая картинка милая. Вот двое, два человека в кабине. Им нужно было какое-то, вот, придумывать причину. Вот какую причину, если бы вы использовали, если бы это были вы? Вот есть парочка, которая действительно, вот, очень заинтересовалась. Вот человек один, который, у которого друг сидел тоже в кабине, человек и женщина, мужчина и женщина, вот они сидели, он ее обучал технической поддержке, якобы. То есть им надо было звонок переводить туда и обратно, как будто бы для обучения. И женщина согласилась, да, согласилась. Другая команда фактически придумала, вот, человек понял, что звонящий не с его. Вы знаете, вот вы звоните не с нашего корпоративного телефона, а зачем вы звоните, если вам нужна поддержка. Ой, я звоню с моей коллегой, я сейчас вас на нее переведу. Именно поэтому там что-то, вот, в общем, придумал, потому что номер звонит по другому, номер выглядит по-другому. И в конце она тоже попалась. И каждый раз, когда давали такое оправдание, люди его принимали, люди его принимали. Я действительно был потрясен. Я это делаю в качестве моей работы. Я там сидел и думал, почему это работает? И никто нас не останавливает. И мы анализировали эти данные. Что происходит? Почему нас никто не это самое, не отправит? И вот мы должны заполнять вот эти вот дырки за других. Нельзя, чтобы люди чувствовали себя плохо или стыдились. Это человеческая природа. Вот кто-то говорит что-то, и нам это кажется бессмысленным. Но мы в конце концов, мы пытаемся эту пропасть закрыть. Мы делали penetration test. Вот я захожу в переднюю дверь, и я прохожу через охрану, и охрана тут же подходит. И я вот уронил USB флешку. И там небольшой, так сказать, бикон, маячок, он мне дает сигнал домой, и USB-ключ в маленьком белом конвертике. Конвертик смаркирован, как, например, бонусы для сотрудников или зарплата. На конверте написано вот такие вещи, которые людей заинтересуют. Потому что любой подойдет и посмотрит, что в конверте с надписью «зарплата». И потом стикер. Пожалуйста, верните это в отдел кадров. То есть мы надеялись, что получится. И я вижу, что он подходит, он подходит, на БМВ подъезжает, знаменитый, какой-то президент, например. И он очень злой, он говорит по телефону что-то, он кричит, ругается, он стоит. Я вижу, он вышел из машины, ругается, жестикулирует. Я слышу, как он слышит. Я не хочу этого делать, я не хочу, я расстроюсь. Не хочу, мне это злит, я не буду делать. Я не понимаю, о чем он говорит, но я вижу, что он злится, он недоволен очень. Я открываю дверь, она сидит. Эта женщина перед столиком сидит. Мы не мониторами ее, досконвид, отражение на окне. Я вижу, она поворачивается. Как я могу вам помочь поворачиваться? То есть это не планировалось, это было совершенно случайно. Даже не знал, что это может произойти. Но она играла в Майндсвипер на работе, на компьютере, вот и все. То есть я вижу. Я говорю, вы не знаете меня, там есть человек, ваш босс сидит, он очень расстроен. Говорит по телефону, говорит, а вы играете с Майндсвипер на компьютере. Поэтому, говорит, вот она тоже ушла из Майндсвипера. И тут же, значит, идет мой офис. Вот она идет через мой офис, проходит, стоит там и говорит, чтобы ты сдохла. Боже мой, боже мой, боже мой. И так далее. И президент очень недовольный. Когда отпрягают другие, она ушла, она убежала в туалет, вообще ее нету. Я жду, жду, все, жду. Потом она возвращается. А потом, где вы были? Я говорю, так сказать, то есть вы хотели, так сказать, я всего-навсего хотел получить баджик для того, чтобы войти в свое, на мероприятие. Она посмотрела на нее, остановилась. То есть я вижу, что вот ее лицо. Она потом вздохнула и говорит, ну ладно, потом дает мне этот баджик. И потом уже, потом, я уже, так сказать, все было плохо, компания была полностью скомпромизирована. Я потом, значит, на отчетной встрече был. И я, так сказать, вы вздохнули, потому что вы не знали, что меня там нет. Почему меня пустили? Вы же не должны были пустить. Потому что вот такой был приятный человек, потому что вы меня спасли от неприятностей, потому что я играл в майнсвейпера. И поэтому я спустил, несмотря на то, что у меня не было ни баджика, ни возможности. То есть ее мозг говорил ей, что этот человек не был там, он не имеет права пускать его, так сказать, он, так сказать, не имеет возможности. Но на время она пустила меня только потому, что я был добрый к ней, потому что я ее спас от неприятностей, когда играл в майнсвейпера, когда ей пытался дозвониться ее босса. И так далее. То есть она чувствовала, вот это обязательство какое-то было, обязанность. Она была вам благодарна. Вот это чувство обязательности. То есть я вам подарил какой-то подарок, и вы ждете, что она даже, она чувствует, что она обязана вам подарить какой-то подарок тоже. И вот таким образом можно компрометировать любой информацией, попасть куда угодно. И поэтому это работает? Это работает. Потому что, если вы используете комплименты, или, например, что-то говорите приятное, то есть если вы чувствуете или ведете себя так, каким образом она чувствует, что она должна или кто-то чувствует, что-то в ответ сделать, что-то приятное тоже. И даже несмотря на то, что все вот эти вот изменения, они не имеют никакого смысла, фактически один человек сказал на телефоне, вот у вас не корпоративный телефон, а она сказала, телефон по телефону, социальный инженер, он сказал, это потому что я освою свой мобильный телефон, наша корпоративная, наша линия, проблема там не работает. То есть вот можно найти объяснение всегда, извиниться. А потом она перевела его на партнера и сказала, вот поговорите с партнером, то есть несмотря на то, что вы с мэри поговорите, подождите, есть у своего мобильного телефона, почему я говорю с мэри, как это? То есть вы имеете право разговаривать с мэри, потому что он не корпоративный телефон, она соединила, и все. То есть он поднялся, это неправильно, скажите, нет, 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 вы не имеете права говорить с этим человеком. Поэтому извините, извините, это работает всегда очень хорошо, и можно пройти куда угодно, добиться чего угодно. Вот как раз зал был всегда полон. Знаете, как это было интересно как раз в прошлом году. В социальном инжиниринге был такой интерес колоссальный. Как работать с людьми, как сделать так, чтобы они… Вот если в России, например, если вы думаете, что социальный инжиниринг – это больше угроза, чем сетевой хакинг, например. Давайте попробуем, проведем сейчас. Если вы думаете, что сетевой хакинг более опасный, как вы считаете? Давайте посмотрим, проголосуем, давайте. Сейчас все должны проголосовать. Давайте, не сидите, все голосуйте. Кто считает, что сетевой хакинг, если вы считаете, более опасный для корпоративной культуры, чем социальный инжиниринг? Поднимите руку. Я достаточно много. Если вы думаете, что социальный инжиниринг более опасный для корпоративной культуры, поднимите руку. Кто считает так? Вот это то, что я очень часто вижу. Подумайте, действительно, это очень важно провести такую дискуссию с вами уже. Потом поговорим. В 90-х прогрессы социальные инженеры подняли руку. Если мы в это верим, что социальные инженеры даже более опасны, ведь мы считаем, что самая большая проблема, почему мы не пытаемся решить эту задачу? Почему по нему не улучшается эта тема? Почему 6 лет уже проходит? Я уже занимаюсь, конкуренция идет, социальные инженеры, каждый месяц проходят и встречи, постоянно. Говорим, звоним тем же самым компаниями. Мы пытаемся их изменить. В общем, они работают все то же самое. Они ничего не делают, но это главная жизнь. То есть мы делаем и прорываемся, и хекинг делаем, и фишинг делаем, и все. И самые нелепые объяснения, которые вы делаете, вы всегда можете прорваться через любую защиту, потому что компьютер населен только на сколько он компьютер. Это человек, который с компьютером, если через него можно прорваться, прорваться можно через что угодно. И поэтому социальный инжиниринг – самая опасная вещь. И мы пишем об этом, думаем об этом, знаем, что существует, но как это решать? Еще один, вот в Косе, у нас есть ETF, у нас был прошлый, потом у нас были встречи, выступления, потом у нас были самые различные. Мы приглашали людей, которые рассказывали о различных темах, понимали, определяли главные темы, главные опасности, которые существовали в области социального инжиниринга. И действительно, вот один из моих знакомых, он путешествует по всему миру, прекрасный выступающий, то есть он ведет его, ему платят для таскетионной персонации, делает, он выступает в качестве одного человека, другого человека, прекрасный актер, он может все, что угодно сделать, куда угодно войти, куда угодно влезть. И вот тоже эта женщина работает со мной, то есть она тоже психолог, профессиональный психолог, она прекрасно знает, как люди думают, как работают, поведенчески особенно, как они… И вот эта социальная инженера, вот эти несколько людей, она как раз рассказывает, как она проводила свои атаки, как они срабатывали прекрасно. Вот это один из дейв какой-то, который создал вот этот вот набор инструментов для социального инжиниринга, каким образом это работает, как нужно рассказывать людям, как просто проводить вот такой вот социально-инженерный фишинг, как можно добиться того, что вы хотите, вот мы приглашали этих людей, для того, чтобы рассказать об этом, рассказать об образовании, как нужно решить проблему социальным инженером, это не клуб, это не клуб. Я не могу вам дать какой-то пэтч или какой-то апдейт, который вас тоже защитит от фишинга. Сколько работает из вас крупная компания, например, в маркетинговом отделе работает, и они вызывают, и все они таскуют, что всем мы фактически очень уязвимы. Мы работаем. Электронные почты выглядят как фишинговые почты. Сколько раз вы получали незаконные, незаконные, незаконные совершенно звонки, но вы считаете, что они могут быть незаконными звонками. Может быть, это фишинговые звонки, а может, это настоящие звонки. Письма, которые выглядят как фишинги, а может, это нормальные или наоборот, никто не знает, как разобраться, как увидеть одну плохую, хорошую. Поэтому, например, женский социальный инженеринг, когда занимается женщиной, недавно она вышла замуж, она забеременела, у нее 6 месяцев она была беременна, с ней была работа для того, чтобы ворваться в это здание. Вот я могу использовать женщину, как ребенка, могу использовать как дополнительный инструмент. Я взяла большую коробку, заполнила, идет с таким трудом, а у нее живот торчит уже, и тут же все выбежали помогать. Как можно, вы беременны, как можно, давайте я сейчас помогу, отведу вас в серверную комнату, открою вам дверь и помогу. Они взяли коробку, не проверили, ни ID не проверяли, ни ее документы не проверяли, то есть бизнес-карточку ей дали, то есть, что ей поставили в самую комнату, проверили, и все, и ушли. И оставили ее в серверной комнате, то есть она вошла элементарно, гениально. Потом она фактически пошла, потом пошла, пошла, купила из ста аэрофома, сделала себе большой такой живот, и тоже проходила где угодно. А Энн сделал из этой самой ста аэрофома, то есть выглядит, как будто большой толстый живот из пенопласта, из ста аэрофома. Удивительно, как это делает, и проходит куда угодно. И когда вы смотрите на это, насколько просто, а как это, как решить? Тут нет программного обеспечения, тут нет никакой защиты, что не написано, что каждой беременной женщине обязательно нужно проверять. Нет таких знаков, нет таких принципов. Единственное, что это образование, это единственное, что нужно говорить об этом, усовдомленность. Единственный способ, как справиться с социальным инжинирингом, иначе нет никакой защиты. Мы делаем это уже пять лет, и мы делаем это на корпоративном уровне, примерно пять лет мы уже работаем, и фишинг, и вышинг, и все, что угодно, и персональные атаки. В течение пяти лет мы, так сказать, проводим это мероприятие, мы пытаемся рассказать, поднять, стремленность, ничего не получается. К сожалению, у них плохо получается, они не умеют отбивать вот эти вишенги, фишинги и так далее. И, например, там несколько тысяч сотрудников, и мы делаем фишинг. Всех сотрудников в течение раз в месяц, каждый, и мы рассказываем. Мы посылаем им электронную почту, фишинговую, и потом образом говорим, что такое вишинг, что нужно сделать, как себя вести, чтобы отловить эту почту. Мы создали правильные методы отчетности, как нужно фишинговую электронную почту репортировать, кому передавать, так сказать. То есть, как все это делать? То есть, у нас была электронная почта, когда поставили фишинговую почту, и она была очень простая. Пожалуйста, откройте, пожалуйста, вот я хочу, чтобы вы показали ваши счета, например. И она была загружена, так сказать, был шелл снаружи, и через минуту тоже опять они все равно кликнули и открыли. Через 10 минут еще открыли. То есть, все открывает сразу же и попадается. И что происходит? Почему? А потом они начинают спрашивать, почему такое большое количество открытий на одном и том же электронную почту. Она передает своим друзьям, соседям, которые работают в отделе. И уже три раза, три раза кликнули. Не только они открыли эту фишинговую почту. А IT на трех различных компьютерах пытался открыть эту фишинговую электронную почту. То есть, вся сеть была заражена, и они открыли, соседи открыли, все модели, все открыли. И поэтому это очень плохо. Какой результат? То есть, люди, которые занимаются фишингом, нужно посылать им фишинг и потом рассказывать, что может быть 70% сокращения фишинга и малвари в случае, если эти инциденты сократились. Можно 7% может сократиться, вот эти вот взломы сократились. То есть, пячи не работают, защита не работает, безопасность не работает. То есть, мне это очень нравится, мне Касперский нравится. Касперский – это управляющий механизм, это не безопасность, не механизм безопасности. То есть, фактически, они ищут вирусы с известными подписями. А если взять, например, старый какой-то вирус или новый вирус, который сегодня после обеда, например, новый вирус разработали, который сейчас попадает в ваше корпоративное, никто не может его найти. Его иммунная система не найдет ни Касперского, ни Ведурога. И поэтому, когда одна прячется в другой программе и закрыта, она не видна, она попадает. Поэтому самое главное в социальном режиме, значит, внешне... Если есть внешнее объяснение, почему, например, из HR, из IT, вы идете из других отделов, например, в компании, и у вас есть причина, почему вы хотите что-либо сказать или сделать, люди падают за это, они соглашаются. Они видят, если у вас есть причина, почему вы пришли, объясняете, они тоже насыщены. Женщины – это страшные существа, в первую очередь. Они прекрасно выглядят, но они страшные. У них социальный инженеринг прекрасно работает. Они, естественно, они рождены с этим умением прекрасно разбираться и использовать социальный инженеринг. То есть, если вы хотите попасть в социальный инженеринг, начинать работать, если это ваша карьера, если вы в корпоративной компании работаете, какой-то крупной, то вы, я говорю своим сотрудникам, нужно думать сначала, думать так, как плохие ребята, но помнить, что вы хорошие ребята. То есть, вы должны думать так, как думают плохие ребята. То есть, нужно использовать все возможности. Нельзя, конечно, использовать все негативные чувства человека, но одновременно вы должны знать, что плохие ребята могут использовать, эксплуатировать ваши самые негативные чувства. 37, например, 37 хенд-оффов было в течение 30 минут, то есть я даже не верил, что это возможно, я думал, что никогда в жизни, то есть в течение 30, в полу-получаса 37 хенд-оффов было, несмотря на то, что мы их учили, объясняли опасности социального инженерия, все равно они делали одно и то же. То есть передачи, вот эти передачи делали 37 раз, передача была, хотя была опасность. И вот в прошлом году мы пришли к выводу, что еще есть одна страница, в которой, так сказать, можно, они просто публикуют свои пароли в онлайне, этого нельзя делать, они понимают, что это возможно, они все это делают. То есть это тема, о которой мы сейчас с вами говорили, как легко обмануть и каким образом обман может ударить ее о спину, борьба полов и так далее, мы об этом говорили. И вот, пожалуйста, вопрос, если хотите, на 7-8 минут, вопрос, если есть, пожалуйста, все, что угодно, все связано социальным инжинирингом, любой вопрос, необязательно. Так, вот есть вопрос один. Спасибо, Крис, за очень простой вопрос. Вы сказали, что вот он работает в социальном инжиниринге, потому что мы люди все, люди-человеки. То есть есть у нас проблемы с социальным инжинирингом, мы должны становиться все менее-менее похожи на людей, мы становимся превращаться в машин. У нас не будет ни сострадания, ни жалости, ни любви, ничего. И поэтому, по крайней мере, все-таки мы три раза в день, то есть нужно попытаться доказать роботу, что мы настоящие люди, что мы человеки, что у нас есть душа. Да, это, конечно, разумно, то, что вы сейчас сказали. То есть мы хотим, чтобы люди стали людьми без души? Нет, ответ нет, конечно, нет. Мы не хотим, чтобы были без души, мы не хотим, чтобы были ужасными коммуникаторами, мы хотим, чтобы не доверять, что нельзя создавать нормальные человеческие отношения. Мы против этого. Я могу дать пример, показать. Вот вишень, например, вишень. Вот как вы боретесь с вишингом? Как вишите с вишингом? То есть если мы, например, в интернете создадим, например, какой-то цвет дня, например, там цвет дня, там голубой, желтый, красный, какой-то нелепый цвет, например, там, например, какое-то зеленое, как пено, я не знаю, там, какой-то цвет дня. Я звонил, говорит, я Пол из HR. Вот мой ID, вот я родился тогда. Вы сказали, Пол, какой цвет дня? Ой, я не проверил. Проверьте, пожалуйста, какой цвет дня. А я не могу учить компьютер. Ну, когда найдете компьютер, включите компьютер, позвоните мне. То есть, фактически, как решить этот вопрос? С одной стороны, я прошу, чтобы вы что-то сделали, что, возможно, приведет к фишингу, но тем не менее, я чувствую, что человек, который я позвонил, чувствует обязан в себе посмотреть цвет дня и позвонить мне потом в последствии. И потом я могу атаковать его потом, чуть позже. То есть, мы используем, мы не хотим, чтобы были одни параноики вокруг нас, которые боятся говорить с кем угодно. Вы действительно, HR, может, и не HR, я вас не видел никогда, я вам не верю и так далее. Надо оставаться человеком. Спасибо. Интересная, чудная, очень вдохновляющая речь. Презентация прекрасная. Вы сказали, что вы делаете тесты на пенетрацию, на проникновение делаете, а вот компании становятся лучше, они готовятся, они более опытные становятся в социальном режиме, они защищают себя лучше. Нет, 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 нет. Когда пять лет назад мы просили, чтобы они делали вишенг и фишинг, а сейчас они уже звонят нам, мы хотим сделать фишинг и вишинг имперсонацию, чтобы, это какой-то тест, надо проверить своих сотрудников. То есть, делайте для нас. Раньше не хотели, сейчас хотели. Потому что по поводу достаточно сложно хакнуть, сложно вскрыть. А если через человека можно добиться того же самого, через вишинг, через фишинг, через радиочную игру ролей и так далее, то зачем это нужно? Поэтому я могу пробраться туда, сделать два звонка и добиться того же самого. И все, нет никаких проблем двумя звонками. И компании понимают, что мы не защищены, мы защищены от вирусов, от малварей и так далее, троянов, это всего, система ADSM, инспекции, антивирусы, все что угодно, там бронбауры, все есть. А каким образом поймать фишинг? Это поэтому люди начинают поймать важность, и они хотят тест на проникновение. Они просят нас чаще и чаще, не знаю, чтобы мы провели. Вот мы в Японии, сейчас начинаем работать в Японии, где-то пять лет назад. Она отстает на пять лет от Америки. То есть, мы уже в социальном инженеринге. Технологически они очень развиты, а социальный инженеринг они отстают на пять лет, они очень доверчивые, открытые и так далее. Поэтому для них социальный инженеринг, этот компонент очень опасен для них, потому что они отстали от нас. Так, вы говорите, что социальный инженер может. Тут американские компании, вы делаете тесты на проникновение. В Японии вы работаете наверняка, в других странах вы работаете также. Есть разница по такой, по логике, по национальным особенностям, когда вы работаете. Вы общаетесь с иностранцами наверняка. Как, насколько они готовы реагировать на вот эти новые темы, о которых раньше не слышали. Социальный инженеринг, реакции. С точки зрения, мы сделали фишинговую кампанию для кампаний в России, провели. И мы сделали фишинг русских. И вот Point Contact, который мне помогали, так сказать, перевести на русский язык, у меня был переводчик. Моя первая электронная почта была очень американская. Прекрасные продажи, все за даром, все прекрасно. Нет, так нельзя, нельзя. Русские, русские даже улыбаться не будут от того, что это самое. Это не пролетает. Это будет работать, в Америке работать. Нет, в России вот эти вот понты не проходят. Ничего не получится. Менее американские будут. Американцы, все большое, все яркое. Удивительно, офигительно, самое лучшее. В ряду эскалации неба, все самое лучшее. Не сработает в России. Надо успокоиться, достать и довели до такого уровня. Коя все сработало прекрасно. Я сделал в Турцию фишинговую кампанию. У них совершенно другая культура, чем в России. И там мы стали думать о культурной разнице, когда мы делали фишинговую кампанию. В Японии, они очень близко к вам подходят, говорят прям нос к носу, говорят совсем. А в Америке у нас возрастая небезопасности. Слишком близко начинают. А в Японии это грубо. Если вы относите хороших человек в Японии, он близко-близко, но снова говорит. А в Америке, наоборот, все время задом будешь пятиться, все подходящие к слишком близко. А у каждого свои культурные разницы. То есть, конечно, надо успокоиться, брать большие слова, не слишком улыбаться, быть менее таким ярким и энергичным. А в Японии нужно поближе подойти, говорить тише, не надо кричать. Нужно тихонечко, вот так вот я бы говорил. То есть, не быть Годзиллой, успокоиться. Хорошо вопрос. Культурное разинское. Нужно принимать внимание, когда мы делаем уроки на проникновение, тестирование на проникновение. Это нужно принимать внимание. Потому что, если вы такие же, как он, такие же, как вы, тогда они начинают игнорировать ваши ошибки, и у вас удачное проникновение происходит. Спасибо за презентацию. Прекрасная, интересная презентация. Есть ли какие-то советы по ресурсам, книжке, где можно почитать по социальному инжинирингу? То есть, я сам себя хвалю, у меня три книжки уже есть. Я, конечно, рекомендую, чтобы вы почитали на моей книге, но на веб-сайте это social-engineer.org. Очень хорошо можно найти. На странице ресурсов вы найдете все книжки, которые кто-то когда-то читал, прочел, которые связаны с психологией, влиянием на человека, социально-инженерно-технические опросы. Это Джонни Лонг. Джонни Лонг. Удивительный, прекрасный. В Гугле можете найти Баззл, новый еще. Он бывший ЦРУшник. Майкл Баззл. Тоже очень хороший. Написал прекрасную книгу на сбор информации в открытых источниках. Уникальная совершенно работа. А потом, это много-много различных авторов есть. Все можно найти там. Например, ким образом, совместные спорные информации. Еще один человек на Амазоне может найти. Феноменальная книга. Тут достаточно много хороших. Все они в списке в нашем ресурсе. На веб-сайте можно найти. Вот на этом веб-сайте. Спасибо. Как вы делаете социальный инжиниринг, IT-менеджмент или отдел продажи? По работе или по проверке? То есть, как получить продажу, продать? Или просто как проверка работы с этим людьми? Нет, я security officer или IT-администратор. Мы всегда делаем допущение, что люди по безопасности, они знают, что на них могут напасть, они более профессиональные, они лучше нас будут бороться с нами. То есть, если я так и тихонечко захожу, я думаю, можете быть очень умными, я их уважаю, я готов лечь животом кверху. Какие они умные, талантливые, все ребята из IT-безопасности. И все, вот я такой вот, такой глупый, несчастный, все такое, вот мне нужно, ко мне наняли буквально два недели, если я не выполняю полностью вашу процедуру. Я говорю, наверное, я имел право, так сказать, вот у нас, так сказать, наша база данных по пациентам, она просто пропала, я полный идиот, вы мне поможете, вы так умные, талантливые, вы все знаете. Помогите, пожалуйста, вместо того, что тут везде крашеные флажки, найти не могу, надо проверять, начну звонить, мне голову снимут, вот Майкл, 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 Смит, вот это можно. Будьте добры, у меня есть социальная карточка, записан номер и так далее. Совпадает? Совпадает эта карточка или номер? Не, 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 номер совсем другой этой карточки этого человека. Они тоже поправят. Ой, нет, вы неправильно сказали номер социальной карточки. Вот правильно номер социальной карточки, говорит IT-шник по безопасности. О, спасибо большое, вы меня спасли от больших неприятностей. Спасибо большое. То есть это лучше всего работает, нужно, они чувствуют, что они более мощные, более сильные, талантливые, способные, нужные, так сказать. Вот вокруг них, поюлить, все будет нормально. Так, ну что. Спасибо, вот еще, сэн инжиниринга. То есть новые технологии-то возникают или нет вообще, или все то же самое? Еще час, еще один час мне говорить надо. Я бы ты рассказал о новых технологиях. То есть это вот, то есть все время что-то совершенствуется. Я вот не уверен, то есть если посмотреть, например, там, даже в Библии, в Генезисе, там колоссальный социально-инженерный аспект между Исааком и его отцом, например. Там и троянская лошадь, например, которая, так сказать, в результате погиб целый город и так далее. Римские времена. Все те же самые проблемы. То есть сначала, то есть как обмануть человека? Сначала найти причину, почему вам что-то нужно, найти общие контакты. Эта технология просто меняется. А человеческие отношения все то же самое. В принципе, все старое, как время, ничего не меняется. То же самое, то, что сейчас происходит со всеми вишингом, фишингом, всемирно тоже самая разница. Если мы посмотрим на Дарвулф, то у них там колл-центры есть по 100 человек, которые сканируют все по вишингу, по безопоискренности, по фишингу в отношении того, насколько это фишингом является фишингом. Здесь, может, не понимаете, сколько у вас, это Twitter, Facebook, аккаунты, имеют у всех, если ты считаешь, у всех аккаунты есть. И поэтому Twitter аккаунт есть, Facebook, LinkedIn тоже есть. То есть там все написано, где работали, где будете работать, что у вас, все знают о вас уже. Какие друзья у вас есть в Facebook, я уже знаю, где вы отдыхаете, как зовут ваши детей, как зовут вашу семью. Я знаю, друзья, друзья, друзей, друзей, всех знаю, музыку, что вам нравится, уйду, едете. Если у меня есть Twitter, я даже знаю, где находитесь каждый день, то есть я даже знаю, какой кофе пьете, в каком ресторане вы ужинаете, с кем вы гуляете, то есть где вы наслаждаетесь вечерним закатом. Все известно, еще это в интернете, вот, пожалуйста, это в открытом же. Поэтому я знаю все о вас. Я могу психологически, я могу профилировать вас психологически, то есть я прекрасно знаю, что за человек, как вы себя ведете. Поэтому, одно, социальный инжиниринг не изменился, а технология, которая помогает социальному инжинирингу профилировать человека и быстрее принимать решения, которые являются сутью социального инжиниринга. Это очень, можно обсуждать, где угодно, так сказать, в межнеформальной обстановке. Все, меня выгоняют, да? Так у нас будет еще кто-то. Мы должны уже начинать следующую секцию, извините. Давайте, благодарим, большое вам спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ